Подробностей этой истории крайне мало. Ни одна из экстренных служб, приехавших по вызову к почтовому отделению номер 22 на улице Карпинского, не дает внятных комментариев по поводу произошедшего. Как рассказывают очевидцы, сил и средств сюда было стянуто много. Здесь очень много было. Мы поняли, что СКБ, КСБ. Стояли очень много народов. Служба спасения, была полиция, были скорые помощи, были пожарные машины. Что было такое? Этот вопрос пока остается без ответа. Некую ясность в ситуацию вносит официальный пресс-релиз, распространенный региональным управлением почтовой связи. При сортировке посылок и мешков с корреспонденцией сотрудницы отделения почувствовали сильный, резкий, неприятный запах и немедленно известили об этом МЧС и силовые структуры. Здание почты было отцеплено, а работники эвакуированы. Пробы воздуха, изъятые с места происшествия, направлены для проведения исследования в Пермское управление Роспотребнадзора. Отделение почтовой связи закрыто до получения результатов анализа. После вчерашнего происшествия трое сотрудников этого почтового отделения были госпитализированы в токсикологию. Двое из них после необходимых обследований были выписаны уже сегодня утром. На больничной койке остается пока одна женщина, но по нашей информации это никак не связано с этим инцидентом. У женщины просто обычное обострение давнего хронического заболевания. По неофициальным данным, анализы взятого на пробу воздуха были готовы уже около полудня. От общения с журналистами сегодня специалисты Роспотребнадзора отказались. Какое химическое вещество оказалось среди корреспонденций и почему опасный груз был отправлен почтой, не ясно. Расследованием происшествия занимается региональное управление Федеральной службы безопасности. Антон Шибанов, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.